Здравствуйте! Это программа интервью на телеканале 24КЗ. Я Ида Хамзина. Мы продолжаем говорить об инициативах президента Казахстана, озвученных на заседании национального курутея, прошедшего Патерау. О новых ориентирах в идеологической сфере побеседуем с политологом, экспертом Института мировой экономики и политики Арманом Токтушаковым. Я приветствую вас сегодня в студии. Арман, давайте еще раз расскажем нашим зрителям об этой площадке и выполняет ли она те функции, на которые как раз-таки были возложены. Да, здравствуйте еще раз. Спасибо за приглашение. Давайте я начну коротко про то, в каких условиях зарождалось создание данной площадки, в каком году она была создана. Ну, мы знаем, что она была создана в 2022 году. И, по сути говоря, она сменила собою предыдущую тоже такую очень функциональную площадку, как Национальный совет общественного доверия. Мы помним, что с 2019 по 2022 год данная площадка работала. В ней в основном состояли эксперты в области политики, экономики, социальной сферы. И основным результатом, вот первой площадкой, которая была, скажем так, предтечей национального крултая, стала разработка комплекса политических и экономических реформ, которая, по сути говоря, вот как раз-таки помните, в марте 2022 года, она была представлена в президентском послании. Можно сказать, это такая первая часть. Далее, вторая часть, вот в 2022 году, уже после того, как президент запустил масштабную программу политических реформ, была озвучена инициатива о необходимости создания уже новой площадки национального крултая, или улту-курултай. В чем основная цель данной площадки была в том, чтобы, скажем так, консолидировать самые разные группы населения, то есть это представители науки, бизнеса, образования, культуры, экономики, самые разные слои, собрать их на одной площадке, и президент напрямую встречается с данными людьми, и они могут предлагать свои решения, свои инициативы. Это обсуждается в рамках панель рабочих сессий, потому что мы знаем, что сама работа национально крутая, она проходит два дня, то есть первый день проходят рабочие сессии, где как раз таки по профильным направлениям идет обсуждение, а уже на второй день непосредственно с участием президента идет, скажем так, уже более масштабное обсуждение, где президент выступает с речью своей, как это было в предыдущих двух заседаниях национального крултая, которые пошли в 22-м и в 23-м годах. Национальный крултай, вот как я уже говорил, он работает с 22-го года, нынешняя площадка, это стало уже третьим заседанием. Первая площадка прошла в Улутау, вторая в Туркестане и третья в Атырау, да. И, кстати говоря, нужно сказать, что выбор городов, он тоже не случайен, потому что они как раз таки выбираются, исходя из того, какие данные города имели роль в нашей истории. То есть это и Улутау, и Туркестан, и Атырау, они имеют очень такие серьезные историко-культурные основы, и почему они проводились. Ну и, кстати говоря, если говорить об историческом аспекте, он тоже очень важен, потому что само понятие национального крултая мы знаем, что происходит из, скажем, такой степной демократии, которая была в истории нашей страны. Тогда, да, роль национального крултая была, скажем, чуть выше, потому что там принимались непосредственные важные решения, которые влияли на государственную политику. Сейчас можно, с одной стороны, сказать, что да, решение не носит конституционный характер. То есть мы знаем, что основные какие у нас конституционные органы представительные, это парламент, мажорист и сенат, и маслехатые местные представительные органы, которые разрабатывают законопроекты, которые являются главными представительными органами. Сейчас у нас появляется, скажем, такая дополнительная площадка в виде национального крултая. Как голос общественности. Как голос общественности, да, вы правильно говорите, по сути мы можем говорить о том, что национальный крултай, он вписан в нашу политическую систему как дополнительный элемент, который напрямую ассоциируется с президентом, да, и в котором состоят очень разные группы населения, про которые я говорил. И сейчас мы видим, что на протяжении этих трех лет данная площадка, она показала свою эффективность, потому что какие результаты были, скажем так, приняты вот на основе тех решений, которые разрабатывались национальным крултай? Это различные законопроекты, это различные инициативы, которые обсуждаются и в рамках парламента, то есть в мажористе, и в рамках различных национальных комиссий, которые действуют как раз-таки при президенте. Возможно, обсуждаемые вопросы на крултай, они в дальнейшем рассматриваются на различных экспертных площадках, на общественных обсуждениях. Тем более, тоже важный момент, в национальном крултай, помимо вот тех представителей, о которых я говорил, очень важно состоит как минимум один представитель каждого регионального совета. То есть у нас 20 регионов, с каждого региона есть как минимум один представитель, возможно, их несколько. То есть таким образом представительность и, вот скажем так, репрезентативность групп, которые представляют именно различные области, она очень такая большая, скажем, и очень существенная. На Курултае очень много вообще мы говорим об идеологии, о новых ценностях ориентиров. Президент Укаев говорит, что это нужно для того, чтобы расширить возможности, раскрыть потенциал наших соотечественников. Как вы понимаете новые ценности? Да, прошу прощения. Если говорить про идеологию, у нас долгие годы, и до 2019 года, и после 2019 года, часто критиковали, что в государственной политике именно идеологический аспект проседает. Сейчас мы за последние годы видим, что власти очень такие серьезные меры принимают с точки зрения того, чтобы усилить именно идеологическую политику. Если в целом концептуально посмотреть, как я, на мой взгляд, вижу... Как должна быть выстроена государственная политика в этой направлении? Нет, вернее, не так. Как сейчас у нас уже выстраивается идеологическая сфера. Если условно представить такую мазорительную модель, на верхнем уровне самая главная идеологема – это справедливый Казахстан. Или, как президент сам озвучил ее в виде триады, справедливый Казахстан, ответственный гражданин и прогрессивная нация. Помните, еще в начале этого года президент, когда выступил с развернутым интервью, там как раз таки называлось «Как прогрессивная нация, мы должны смотреть только вперед». То есть вот эта идеологема, она уже, видим, что повторяется, носит такой системный характер. Вот еще раз повторяюсь, на верхнем уровне у нас вот эта идеологема «Справедливый Казахстан» и «Ответственный гражданин». Далее, чуть ниже, мы можем говорить о том, что идеология ведь это такое комплексное понятие, она включает в себя и культуру, и религию, и языковую политику. И вот все эти аспекты, они были озвучены, если говорить про, значит, про религию, это вот чуть более, на более низком уровне идет то, что вот в рамках вот этой модели. У нас в предыдущий год было очень много разных событий, которые вызывали резонанс в обществе. Ну, я думаю, что не стоит повторять, это связано, помните, с разными вбросами в социальных сетях, связанных там с домброй, с ношением религиозных одежд, да, как... Ну, назовем так, да? Да, да. Вот. И сейчас вот здесь вот в выступлении президента очень четко были обозначены месседжи. То есть в нашей государственной политике мы четко продолжаем придерживаться нашего традиционного ислама в сочетании с нашими традиционными ценностями и ориентирами. То есть вот те идеологические вбросы, которые озвучивались в прошлом году, о том, что наши традиции, скажем так, идут в разрез с, скажем так, вот с фундаментальной религией, да, которую она пытается навязывать, что она неверная. Мы должны придерживаться тех принципов, которые у нас уже изначально закладывались. Мы в этом отношении продолжаем. С точки зрения языковой политики у нас продолжается тоже такая стратегия на то, чтобы последовательно, ненавязчиво внедрять государственный язык во все сферы жизни общества, используя современные технологии. Образование. Да, и в образовании тоже. Это тоже такая сфера, где как раз-таки, скажем так, внедрение государственного языка должно проходить очень активно. И образование очень большая роль с точки зрения того, чтобы доносить до студентов, либо до школьников очень правильные месседжи с точки зрения их, скажем так, ориентации в религии. При этом мы остаемся светским государством, то есть у нас четко разделяется, то есть государство разделено от религии, и мы продолжаем, кстати говоря, реализовывать политику, связанную с межэтническим согласием. Напрямую у президента этот месседж не озвучивался, но тем не менее, по сути, все, что он говорил, оно говорит о том, что мы продолжаем реализовывать модель, связанную с тем, чтобы у нас гармонично жили все этнические группы, национальные группы, вот в таком вот ключе. То есть, вот основное, опять повторюсь-таки, справедливый Казахстан. Далее мы видим, что и в религии, и в языковой политике, и в образовательной политике, в принципе, мы продолжаем всю основную стратегию, которая у нас была выработана в прошлые годы, и мы внедряем какие-то в нее точечные корректировки. И что еще нужно сказать? Тоже важный аспект, который достаточно крупный блок был посвящен президенту, это касается роли исторической науки в нашей идеологии, потому что на самом деле у религии очень много, вернее, у истории, как науки, очень много важных функций. Но в предыдущие годы мы видели, что часто в сфере истории у нас много появляется различных мифов, неточностей, которые основаны не на исторических фактах, а на каких-то домыслах, предположениях. И вот президент правильно указал, что не нужно заниматься различного рода спорами, пустопорожными разговорами, да, нужно сосредоточиться именно на том, чтобы история стала важным фактором консолидации нации. То есть консолидация — это объединение общества, чтобы история сплачивала общество, она не разделяла, а вот именно, скажем так, работала во благо развития государства, именно роль истории в идеологии очень большая. И вот последнее, то, что я хочу сказать, вот то, что я говорил в прошлом году, вот эти резонансные случаи с религией, потом спорные вопросы с точки зрения истории, они все показывают, что, так или иначе, в обществе нашим казахстанцам есть вот эти вот, скажем так, противоречия или разделительные, скажем так, линии. Когда есть одна группа, которая считает, что нужно придерживаться одной точки зрения, ну вот сторонники, скажем так, фундаментальной религии, есть у нас люди, которые говорят о том, что мы светское государство, ну то есть они сторонники позиции государства. И вот, по сути, можно говорить, что тезисы президента, они как раз-таки направлены на то, чтобы не, скажем так, нивелировать эти разделительные линии и скреплять их, то есть соединять. Ну вот мне еще понравилось такое вот мнение, да, тезис о том, что мы сейчас должны говорить о раскрытии потенциала нашей молодежи, да, и при этом не рассматривать выезд за рубеж, например, как некое предательство, да, а наоборот, получение определенных навыков, опыта, насмотренности. И президент Тугаев говорил о том, что наша молодежь сейчас неохотно покидает свои родные места, а это нужно для того, чтобы наоборот развиваться, расширить потенциал, вот как вы считаете? Нет, я считаю, что если у молодых людей появляется возможность получить качественное образование за рубежом, это правильно, тут как бы я считаю, что никакой критики не должно быть. Это нормальный естественный процесс, тем более в современном глобализированном мире, когда мы видим, что очень интенсивно идут процессы глобализации, урбанизации, развитие информационных технологий. Естественно, что какая-то часть молодежи, если они видят в себе потенциал, естественно, они могут позволить себе выехать, получить качественное образование. Естественно, для нас, как для государства, приоритетно, чтобы эти люди возвращались и применяли свой полученный опыт, свои знания уже здесь, для развития, во благо развития общества, государства, экономики. Вот для нас, я думаю, что ключевой приоритет такой. Естественно, как бы, возможно, не у всех есть желание, вернее так, что есть перспектива остаться. Я думаю, что здесь государство не выступает как такой некий жесткий регулятор, что нужно обязательно вернуться. Если это в рамках каких-то государственных программ, где это нужно сделать в обязательном ключе, тогда да, а если нет, то тут, я думаю, что выбор за теми людьми, которые выезжают. Ну, для этого как раз-таки нужна идеология, система ценностей, да? Да. И сегодня, ну, вообще базовые настройки любой идеологии, они одинаковые, да? Ну, наверное, если я правильно понимаю, просто к разному обществу какие-то разные подходы. Вот какие нам нужны подходы сейчас в первую очередь? Потому что президент говорил как раз-таки о культуре, о культуре общения, о культуре вождения и о многих таких простых вещах. Ну, вот эти простые вещи, они важны, действительно, да. И многие вот негативные процессы, которые мы видим, связаны с вандализацией, вот то, о чем говорил президент в своем выступлении, с, скажем так, вот небережным отношением к объектам инфраструктуры в городах или культурным памятникам. Это все как раз-таки говорит о том, что, наверное, скажем так, не у всех людей, казахстанцев, есть вот это вот правильное представление о том, как нужно делать это правильно. И вот, вы правильно заметили, для этого и нужна идеология. Вот я говорил в целом вот про вот эту вот модель идеологии, которая у нас закладывается. Можно сказать, что вот, скажем так, шесть идеологических связок были предложены президентом. Первое — это патриотизм и, вернее, независимость и патриотизм, закон и порядок, справедливость и ответственность, трудолюбие и профессионализм и созидание инноваторства. То есть, по сути, это вот эти шесть ключевых идеологических связок, которые должны полностью, скажем так, вот закладывать нашу идеологическую сердцевину, нашу фундаментальную идеологическую базовую модель. Естественно, можно сказать, что все эти вот направления, патриотизм, независимость, закон и порядок, справедливость, ответственность, так или иначе, вот они вот то, что вы говорите, простые бытовые вещи, они затрагивают и действительно они влияют. Потому что если каждый казахстанец будет придерживаться вот этих вот перечисленных идеологем, то я думаю, что в сознании людей очень важно появится понимание того, как нужно, скажем так, действовать и в повседневной жизни, и работая, и... То есть, нам не нужна какая-то инструкция? Ну вот, по сути, вот эти месседжи, которые были озвучены, они являются такой набором ценностей, направлениями, фундаментальными ценностными ориентирами, на которые должны, скажем так, смотреть и ориентироваться большинство казахстанцев. И я думаю, что в этом смысле, если подытоживая, нужно сказать, что вот если посмотреть, начиная вот с 22-го года, весь стратегический курс президента, он базируется на следующих вещах. То есть, в политике мы продолжаем реализовывать постепенные политические реформы с акцентом на повышение роли представительных органов, парламента, маслехатов, постепенного, скажем так, постепенного снижения влияния роли президента на политические процессы, плюс повышаем развитие гражданского общества, усиливаем в целом силу наших государственных институтов. В экономике, начиная с прошлого года, мы реализуем новую экономическую модель с акцентом на те преимущества, которые у нас есть. Это логистический сектор, это нефтегазовый сектор, это транспортно-логистический комплекс. Плюс мы делаем очень серьезный акцент на развитии обрабатывающего сектора. То есть, те, скажем так, модели высокого передела, которые озвучил президент, это тяжелое машиностроение, нефтегазоуглехимия, конверсия обогащения урана и так далее. Это в экономике. И вот в идеологической сфере, то есть в сфере развития общества, мы делаем акцент главным образом на вот эту идеологию «Справедливый Казахстан», ответственный гражданин. Во внешней политике, тоже, наверное, должен сказать, мы по-прежнему базируемся на многовекторной, скажем так, дипломатической политике с, скажем, ускоренным развитием внешнеэкономических связей. Вот все последние государственные визиты президента в соседние страны, страны западноевропейских государств, Соединенные Штаты Америки, они все как раз таки направлены на то, чтобы усилить торгово-экономический потенциал, запустить какие-то новые проекты, которые главным образом будут в итоге работать на повышение потенциала нашей экономики. А потенциал нашей экономики как раз будет позволять повышать уровень качества жизни граждан. Потому что если провести различные опросы, и вот если посмотреть на разные социологические исследования, главным, скажем такой, претензией, что ли, у людей, это в основном повышение качества жизни. То есть все люди хотят повышения заработной платы, повышения, скажем так, получать качественное образование, чтобы государственные услуги, которые они получают, например, в сфере здравоохранения, все с этим сталкиваются, чтобы они все соответствовали самому высокому уровню, то, к чему стремится государство. Я думаю, что в целом картинка она такая, то есть в политике мы реализуем политические реформы, направлены на то, чтобы нашу политическую систему сделать более открытой, конкурентоспособной, эффективной, чтобы, скажем так, общество активно подключалось к политическим процессам, чтобы повышался потенциал гражданского общества, политическая культура развивалась, потому что, если посмотреть, в прошлом году мы знаем, у нас впервые прошли в пилотном режиме выборы районных акимов. Это тоже такой важный элемент, когда люди напрямую будут приходить и голосовать за своего непосредственного руководителя. В экономике мы продолжаем ориентироваться на вот эту рыночную экономику, но теперь мы, скажем так, переориентируем акценты на развитие обрабатывающего сектора, потому что в предыдущие годы мы в основном ориентировались на традиционно добывающий сектор, это нефть, газ, металлы, которым в основном мы экспортировали и получали за счет этого, скажем так, доходную часть в бюджете, которая позволяла развивать экономику. Сейчас мы делаем акцент именно на обработку, потому что обработка позволяет повысить добавленную стоимость, а добавленную стоимость будет позволять продавать, скажем так, товары, которые будут идти на наш бюджет, на то, что будет положить средства в национальный фонд. Мне подсказывает, наше время подошло к концу. Я благодарю вас за интервью, а мы увидимся в следующем выпуске. Субтитры создавал DimaTorzok